Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги пророка Исаии, я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Эта глава открывает новую часть книги, где идет речь про приговоры другим народам. Зачем это здесь? Исаия Иерусалимлянин, он священник в храме, он обличает свой народ. Это приводит к разным неприятным для него последствиям, но и народу, конечно, неприятно, что его обличают, и поэтому Исаии мстят. А зачем же обличать другие народы? Они вряд ли его услышат. Не напоминает ли это какие-то советские времена, когда на советском телевидении критиковали Соединенные Штаты Америки? Но понятно, что критиковали для своих, потому что жители США просто не смотрели советского телевидения. Нет, конечно. Потому что здесь речь не идет о каком-то величии, о какой-то государственной пропаганде. Наоборот, Исаия, в общем-то, разрушает те мифы, те ожидания, те, может быть, пропагандистские штампы, которые свойственны любому народу. Мы хорошие, все остальные плохие. Почему же тогда вдруг, как все плохо станет с Вавилоном? Но вот в конце предыдущей 12-й совсем маленькой главы мы говорили «Да знают о том по всей земле велик святой Израиль, и он с тобой». Это цитата. В этом смысл. То есть Господь утверждает свою власть на всей земле, и израильтяне должны понять, что происходящее и с ними самими, и с другими странами, народами, городами, это не прихоть какая-то различных сил, действующих в истории. Вот тут великий какой-нибудь завоеватель, вот тут какой-нибудь мудрый правитель, а вот тут, наоборот, неудачники сплошь и дурачки, поэтому первые победили, вторые проиграли. Нет, Господь, Он совершает свой замысел. Этот замысел очень сложно устроен. И в том числе нет на земле такой силы, которая была бы способна этому замыслу противостоять. Первое, кто упоминается, это Вавилонская держава. Она еще не очень сильная. Пока еще у нас восьмой век, а Сирия, она самая главная, Вавилон ее сменит. То есть это такое действительно пророчество, хотя бы тот факт, что Вавилон стоит на первом месте. Вот это та держава, которая поднимается. Вот старого льва пинать, я не знаю, британскую империю критиковать в начале 21 века, но нет уже этой британской империи. Все было когда-то действительно могущественно, сейчас не осталось. А вот какую-то новую страну, я даже не буду приводить примеры, потому что я не пророк и не знаю, какая страна будет через 100 или 200 лет самой сильной. Но вот это и есть пророчество. Приговор Вавилону, который был открыт Исаии, сыну Амоции. Видите, даже такой подзаголовочек, такое тяжелое слово «приговор». То есть это не просто прихоть Бога, вот этих накажу, вот этих помилую, а это установление справедливости. Итак, Вавилон такое известное место, город большой, и его топонимика наверняка была знакома, как сегодня там Елисейские поля или Таймс-сквер в Нью-Йорке, да, всем известные названия. Здесь то же самое. На Лысой горе была такая гора «поднимите знамя, кричите им громче, рукой помашите, пусть входят в княжьи ворота». Ну, такой парад победителей, да. Они собираются на горе рядом с Вавилоном и через какие-то главные ворота входят. «Я дал приказ своим святым, в огневе воинов своих собрав. Отпразднуют они победу мою. Гул на горах раздается, словно от толпы многолюдной. Царство и народы собрались, Господь воин готовит войско к бою. Идут из дальней страны, от края небес Господь и орудия ярости его, чтобы всю землю сокрушить». Воспринимается, как будто это сначала ангельское войско, да, дал приказ своим святым. Потом мы понимаем, что это войско, собранное из различных народов, которые тогда были на Ближнем Востоке, вот в известных территориях. И Господь воинств, Он одновременно вот этих воинств Господь, да, а не только ангельских. «Рыдайте, близок Господень день, погибель от всесильного грядет». Господень день, о котором так часто говорили пророки, израильтяне, конечно, ждут его с воодушевлением, воспринимают его, как день, когда он сокрушит всех врагов. И здесь именно это, хотя будет много пророчеств о том, что Израилю не поздоровится. «Потому опустятся руки, и дрогнет человеческое сердце от ужаса, от судорог и боли, как женщины на природах страдают. Сосед не узнает соседа, лица у всех побагровели». Ничего себе день Господень. Все так страдают, что уже перестали друг друга узнавать. Вот мы живем в каком-то привычном мире, и нам кажется, что он таким останется всегда. Но тут приходит какой-нибудь коронавирус, режим самоизоляции или еще что-нибудь. Мало ли что будет в мире, когда вы будете смотреть этот материал. Я даже не берусь угадывать. Вот мы маски надев в период самоизоляции и перестали друг друга узнавать. А сказал бы кто заранее, мы бы не поверили. Просто вот мы как-то живем по-накатанному обычно, и всегда так с людьми происходит. А потом вдруг что-то врывается, что заставляет нас пересмотреть нашу жизнь, переоценить наши ценности. И это мучительный процесс для начала. «День Господень приходит, полая гневом жестоким, беспощадным, землю он превращает в пустыню, и грешников с нее сметает. Не сияют на небе звезды, померк свет созвездий, солнце меркнет на восходе, луна не проливает света. Вот начинается с того, что сосед не узнает соседа, а потом уже солнце померкло на восходе. Человек важнее солнца. Кто такой человек в сравнении с солнцем, от которого зависит жизнь на земле? А вот человек важнее для Бога, для нас, для пророка. Ну, потому что человек обладает свободой воли, потому что человек выбирает, как ему поступать. И поэтому то, что происходит с солнцем, в конечном итоге зависит от того, как ведут себя люди. Я весь мир за его зло покараю, нечестивцев за их преступления. Прекращу удовольствие надменных, уничтожу гордость жестоких. Будет человек дороже зла, то драгоценнее золото Афира. Афира – это такая страна на юге, скорее всего, там, Йемен или Сомали, откуда привозили по Красному морю особо качественное золото. Человек дороже зла, то драгоценнее золото Афира. Во всех таких жестоких странах, ну, в истории нашей страны, тоже тому примеров немало, человек – это экономическая единица, причем довольно дешевая. Рабский труд не очень производительен. Там миллион рабов – это еще что-то, а один человек ничего не значит. А тут про то, что человек будет дороже зла, солнце померкнет, а человек будет главным. Тогда я небеса поколеблю, и земля сотрясется, сойдет с места от ярости Господа воинств. В день, когда гнев его разгорится, будут люди, как загнанные газели, как овцы без пастыря. Каждый обратится к своему народу, каждый побежит в свою землю, и кого поймают – пронзят, кого схватят – мечом убьют. У них на глазах размозжатых малышей, разграбят дома, изнасилуют жен. Это, простите, что человек дороже злато? Это человек вообще мусор, который под ногами, который топчут, пинают и не придает ему никакого значения. А вот это две стороны одной медали. А с одной стороны бедствие, когда человек дороже злато. Может быть, почему? Потому что погибают все, после эпидемии вырастает цена человеческого труда, потому что людей стало меньше, в том числе квалифицированных работников. Это такое общее правило. Может быть, в этом смысле человек дороже злато? А может быть, вот все эти бедствия, которые совершаются, они в результате приведут к тому, что люди задумываются, как после таких страшных бедствий, например, Второй мировой войны, принимается декларация прав человека. Потому что люди понимают, если права человека не признаются, значит, возможно, такие ужасы, как ужасы нацизма. И вот если происходит, что ловят, убивают всех малышей, младенцев просто ударом о стену, как правило, чтобы даже не тратить на них удар меча, этих крохотных детей убивают, просто походя не для чего, потому что рука чешется, что называется, насилуют жен, грабят дома. Когда можно все. После этого почему-то люди начинают понимать, что человек – это высшая ценность. Хотелось бы без этого, но почему-то часто не получается. И мы видим, описываются бедствия, Господь их насылает. Сказано это про Вавилон, но, в общем-то, многие страны, судя по всему, подобная участь ждет. Израиль тоже, между прочим, от рук Вавилона пойдет Иерусалим, хотя еще до этого далеко. И для чего все это? Просто какая-то злоба, ярость. А может быть, это для того, чтобы люди наконец поняли, какова цена человека? Насколько драгоценна каждая жизнь, каждая личность уникальна? Мне кажется, да. Вот в этом пророчестве странное такое сочетание «человек дороже злата» и всех убьют. На самом деле есть логика. Я на них подниму медийцев, которые серебра не ценят. Медийцы – это один из народов, они с персами потом заключат союз, станут следующей мировой империей после Вавилона. То есть очень дальнее пророчество, на самом деле. Которые серебра не ценят, золото ни во что не ставят. И людей, судя по всему, тоже. Но здесь еще такой образ дикого народа, который не подкупишь. Им не дашь много золота, чтобы они от себя отстали, потому что они его не примут. Луки их сразят юношей. Младенцев они не помилуют. Но детей с жалостью не глянут. Вавилон, краса среди царов, величие гордость халдеев. Халдея – это одно из народов, которые там жили. Одно из племен. Станет, как неиспровергнутый богом, Содом и Гаморра. Вот действительно дальнее пророчество о том, что Мидия вместе с Персией уничтожат Вавилон. И они уподобятся этим городам Содом и Гаморра. О них в книге Бытия рассказано разрушенным за нечестие их жителей. Во век не бывать ему населенным, не жить в нем никаким поколением. Кстати, Вавилон действительно не отстроили. Много городов, в которых живут, сейчас люди их брали, разрушали. Там сколько раз Иерусалим или Рим разоряли. Или Константинополь, ныне Стамбул. Да, конечно, много раз. Но каждый раз кто-то отстраивал его заново. Там вот в Вавилоне никто не живет. Там арабу шатра не раскинуть. Арабы – кочевые племена. То есть даже они там не будут останавливаться. Пастухам туда стад не выгнать. Там поселится пустынная живность. Дома его станут логовом шакалов. Страусы там поселятся. Провинам козлы скакать будут. Тут некоторые считают, что переводить над демона, потому что буквально это косматы. Но в принципе просто козлы такие длинношерстные. В его башнях захохочут гиены. А некоторые настаивают на том, что надо понимать, его вдовам будут торить гиены. Но вдовы здесь не очень удачны, потому что вот уже про полное опустошение уже никого не осталось. Никаких вдов нет. В роскошных дворцах заводят шакалы. Вот такая история ждет Вавилон. И зачем же все это? Об этом следующая 14 глава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова